Мендуцуар. На прошлой неделе общественность была поражена очередным кадровым решением. На пост заместителя министра культуры Республики Калмыкия была назначена совершенно незнакомая женщина Ковтунова Алла Николаевна, которая и в Калмыкии-то никогда не была. Правительство все больше напоминает постоялый двор, где различные путники, отдохнув в исправенную жду, отправляются во своясь. Население в шоке и уже совсем не понимает, что происходит. Так какие цели преследуются региональной властью? Чтобы понять, нужно разобраться, что происходит во внутренней российской политике и экономике. А для этого сделаем, как обычно, экскурс в историю Древней Греции. Именно там и тогда зародился термин «демократия», означающий «власть народа». Во всяком случае, мы его сейчас так понимаем. Но это не совсем так. Дело в том, что Демос был частью Афин, где жили зажиточные самодостаточные граждане, рабовладельцы. Их могли избирать. Свободный народ назывался «плебос», не путать с «плебсом». Эти могли выбирать, но не могли быть избранными. Бедное же население называли «охлос», что в переводе означает «черень», «беднота», «толпа», «рабы». Они не имели права голосу вообще. Спустя века так и появились два термина. Демократия и ее вырожденная форма охлократия. Демократия подразумевает «заработай деньги и получи власть». А охлократия наоборот. «Захвати власть, чтобы подобраться к деньгам». К слову сказать, охлократия – это один из наихудших режимов власти. Хуже даже феодализма, где вассалы буквально принадлежат своему сузерену. Тут хоть какой-то порядок присутствует. Охлократия же свойственна абсолютная беспринципность, непостоянство, частая смена решений, полная равнодушие к людским судьбам и горестям. Охлократия – частый спутник смены политических режимов, войн, революции. Сопровождается многочисленными преступлениями и, кстати, плохо заканчивается почти для всех проводников охлократии. В истории примеры это французская революция с многочисленными казнями, восстание Разина, Пугачева, военно-коммунизм, репрессии 30-х годов в СССР. Теперь, зная, что такое охлократия, рассмотрим события в сегодняшней Российской Федерации и Калмыкии. Общества в России ни для кого не секрет расслоились на элиту, олигархат и население. Элита, в свою очередь, тоже неоднородная масса, которая состоит из двух основных частей. Одна прозападная либеральная, другая псевдопатриотическая. Если по-простому, одни хотят все вывести на Запад, сдать страну с мутацией западной экономики. А другие хотят сами получать своих прибыли и жировать. Сразу скажу, обе модели не для нас. Прозападная группировка захватила еще в 90-е годы финансово-экономический сектор и пользуется широчайшей поддержкой западных финансовых и политических кругов. Это им позволяет держать экономику Российской Федерации в тлеющем состоянии, снижая эффективность банковского сектора и культивируя вывоз капитала из России. Этим самым они добиваются сокращения денежной массы и, как следствие, стагфляции. Очень плохое явление в экономике. Одновременно стагнация, остановка экономики и инфляция, повсеместное удорожание товаров. Но это и есть цель такой элиты. Экономика Российской Федерации не должна развиваться. Экономическая жизнь должна только тлеть, чтобы вывозить ресурсы. Фамилии называть не буду, вы их и так знаете. Эта часть элиты очень сильна. Ее ничем не выкорчевать. Потому что вторая часть элиты, так называемая псевдопатриотическая, хранит финансы на Западе. Тоже. В офшорах. Поэтому победить прозападников-либералов не может. Вот и мозолит глаза всей России Анатолий Борис Чубайс, неуловимый как лимонадный Джо. Эльвира Сахибзавна-Набиулина под видом борьбы с инфляцией создает дефицит денежной массы. Хотя финансовая система, как и все оборотные системы, нуждается в постоянном вливании денег. Но руководству Центробанка важны указания Международного валютного фонда и Всемирного банка, чем руководству Российской Федерации. Вторая псевдопатриотическая часть элиты не заинтересована в таком развитии событий. Полный хаос их не интересует. Потому что они представлены реальными промышленными и добывающими гагантами и транспортными системами. Поэтому, исходя из создавшейся обстановки, пример Мишустин, неплохой, кстати, пример, делает все, чтобы влить в экономику рублевую массу. Достигается это путем создания множества программ, нацпроектов, субсидий, субвенций, бюджетных кредитов и так далее. Конечно, схема не очень. Напоминает работу Госплана на Советском Союзе. Но так в экономике хоть какие-то деньги крутятся. Что еще плохо, деньги работают неэффективно. Инвестируются бессистемно, вдебавок, обрастают ахлократическими структурами. Вы помните, это люди, пришедшие во власть за деньгами. Вот добрались мы и до Калмыкии. Надеюсь, теперь понятно, что в Калмыкии паралич государственной власти организован охлократической структурой, контролирующей денежный поток в нашу республику. Непосредственно глава сам ничего не решает. Он просто ширма. Решает какие-нибудь незначительные вопросы в Министерстве культуры. Да и то зама какую-то навязали пересидеть. А он настолько слаб, что даже возродить боится. Что касается школы губернаторов, то на примере Калмыкии наглядно видно, куда ведут неестественные насильственные процессы в политике. Ясно видно, что политический лидер должен вырасти сам. Научить этому невозможно. Пассионарность, она в генах лидеров рождает народ и окружающая обстановка. Что еще интересно, так это то, что в Калмыкии ситуацию полностью копирует модель доктрины управляемого хаоса. Это излюбленная модель западных спецслужб. Куда смотрят российские спецслужбы? Непонятно. Ну а что же делать нам, народу Калмыкии? Как противостоять? Как жить дальше? Самое первое, это вера в свой народ, в свою родину. Это наша идейная составляющая. Это наша ответственность перед детьми. Мы обязаны разобраться с целеполаганием, расставить приоритеты. Второе. У нас высадился очень сильный соперник. Он захватил все руководящие позиции. Он невидим. Сила у них. Но мы знаем, что у них главный интерес это деньги. Их бизнес-план. Вот тут мы и можем договариваться. Но на наших условиях. Существует несколько групп влияния в республике. Я насчитал 4. Может кто больше видит. Пятая группа это мы с вами. Чуть не пятая колонна. Но пятой колонной мы будем для этих оккупантов. Пусть боятся. Если с нами не будут договариваться, то мы, как самая многочисленная группа, будем противостоять их бизнес-интересам. Всеми доступными по закону способами. А способов этих очень много. Мы с соратниками уже обсудили. Это будет так же круто, как наблюдательный полк. Об опыте наблюдательного полка интересуется из других регионов. Так что с этим новым опытом опять покажем всем способы борьбы за свою родину. Третье. Борьба с компрадорской верхушкой. Это люди, работающие против интересов своего народа. Таких людей нужно считать нерукопожатными. Те, кто с ними контактируют, сами должны становиться изгоями. У наших предков не было предателей, их сразу уничтожали. Но это вопрос тонкий. Есть даже одиозные фигуры, на первый взгляд, но являющиеся все-таки хорошими людьми. А есть приятные, вкратчивые, но веры им нет. Не являясь поклонником различных конспирологических версий, мировых заговоров, но считаю, что нужно понимать, что против России идет гибридная война. И этот управляемый хаос, устроенный в нашей многострадальной Калмыкии, один из элементов этой войны. Но мы, как калмыки, потомки свирепых айратов, покажем, что можем организоваться даже в хаосе и дать отпор неприятелю, как бы не силен и хитер он ни был. Напрашивается вопрос к депутатам Хурала. Если вы не видите, что творится, то вы политически незрелые, и вам надо сдать депутатским мандатом. А если вас устраивает сложившееся положение вещей, то не является ли это предательством интересов своего народа? Теперь вы знаете, что региональная компрадорская власть сдала в аренду нашу родину коррумпированной группе. Что теперь скажете? В общем так, оккупанты и компрадоры. Или начинаем договариваться, и вы даете народу калмыкии возможность работать и зарабатывать. Либо мы с соратниками начинаем противодействие вашим бизнес-интересам по всем позициям. Ничего не надо бояться. Все будет хорошо. Движение, жизнь. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин